Сочинский онкодиспансер у восьмерых сочинцев обнаружен рак. У 76 человек предраковые заболевания. Онкология – актуальная проблема человечества. Ежегодно число случаев заболевания раком возрастает в геометрической прогрессии. Гарантированные способы избежать онкологии и медицине неизвестны. Однако профилактика онкозаболеваний – необходимая мера, которая под силу человеку. Итак, какая существует профилактика рака? Об этом мы поговорим с главным врачом сочинского онкодиспансера Алексеем Дегтяревым. Итак, Алексей Михайлович, что подразумевается под профилактическими мероприятиями раковых заболеваний? В чем их суть? Профилактические мероприятия – это такое большое, очень объемное название. В него входят как непосредственно медицинские учреждения, которые занимаются профилактикой онкологических заболеваний, так и непосредственно и сами люди должны за собой наблюдать и находить какие-то, или если находятся какие-то непонятные у них симптомы, они должны обращаться уже непосредственно к медицинским учреждениям. Все начинается с поликлиник по месту жительства, там, где пациент записывается на прием к врачу, будь то терапевтом, либо хирург, и его что-то беспокоит, сдает необходимые анализы, и если что-то хирургу не нравится или врачу не нравится в поликлинике по месту жительства, он направляет всех пациентов сюда, к нам. Также сейчас в рамках национального проекта «Онкология» открыты у нас два ОЦОО «Пациентра онкологической помощи». Это один в клинике Екатерининской, другой будет открываться с 2020 года во второй поликлинике Адлера. Это по отдаленности. Там, где тоже будут проводиться диагностические мероприятия в том числе. Также существуют международные дни борьбы с онкологическими заболеваниями, такие как дни борьбы с меланомой весной, и дни борьбы с опухолями головы и шеи. Это всемирные такие мероприятия, которые проводятся по всем мире. Подводятся итоги, проводится анализ этого всего. Также к профилактике относятся и вредные привычки, которые есть. Это курение, это неправильное питание, это, допустим, какие-то стрессы, но непонятное дело, что от них никак не избежать. Многие пользуются сейчас искусственным загаром, солярией и так далее. Безумно пользуются солнцем, не понимая то, что есть, могут быть какие-то образования на коже. Лучше сначала проконсультироваться с онкологом, либо с хирургом по месту жительства, посмотреть, что там, как там, где там, что это за образование. Может быть, вовремя удалить и дальше, пожалуйста. Вот такие вещи. А все вот эти наши, будем так говорить, злоупотребления, опять же повторюсь, это вот курение, неправильное питание и так далее и тому подобное, экология, которая возникает. Это факторы риска, которые могут вызвать онкологические заболевания. Причем 100% доказано, что курение, это практически 100% случаев может вызвать онкологическое заболевание. Причем только в течение 10 лет можно говорить о том, что после того, как человек бросил курить, можно говорить о том, что да, у него риск заболевания легких снизился. То есть очень это такая зараза, которая тянется за человеком, ну, очень долго. А с какого возраста нужно начинать обследование при наличии наследственности в семье? Если даже дедушка болел, тем более. Пришли и посмотрели. Это касается и женщин, и мужчин, и всего населения. Потому что сейчас подрастает и рак простаты, то есть как бы это все на месте не стоит. Также это связано с выявлением этих заболеваний, почему идет рост. Слава Богу, начали выявлять на первой, второй стадии. Соответственно, это стадии, которые излечиваются при современных методиках, современных лекарственных препаратов. Первый – это осмотр, потом лабораторные исследования, потом специализированные методные исследования. То есть осмотр специалиста, лабораторные – это онкомаркеры и плюс общеклинические анализы. И потом уже идут, начинаются УЗИ, рентген, КТ, МРТ, колонных гастро, цистовскими. То есть вот эти вот инвазивные методы исследования. Если это касается гинекологии, то это видимые локализации. Это кольпоскопия с взятием мазков, с жидкостной цитологией на выявление более ранних. Жидкостная цитология идет на шаг вперед. То есть она говорит, что да, уже может быть что-то. Еще как бы клетка сама не поражена опухолью. Но цитологическое исследование, оно говорит о том, что да, вот-вот-вот, сейчас-сейчас. Это уже должно быть заостренное такое внимание. Но это специалисты знают и в женских консультациях, там везде у всех. Они знают, что это такое. Главное не бояться переступить порог лечебного учреждения. Ну вот вы говорили, да, о днях женского здоровья. А что эффективнее в диагностике рака молочной железы? В УЗИ или маммографии? В зависимости от возраста. Значит, это два метода, которые, в общем-то, себя друг друга не заменяют. Делают УЗИ, тем более сейчас оборудование такое серьезное, и маммографию. До 30 лет, до 40 лет желательно делать УЗИ, потом уже маммографию. Но хотя при необходимости, мы делаем маммографию уже непосредственно, ну, если мы видим какие-то образования у молодых женщин. Самое главное, что УЗИ нужно делать два раза в год. Ну, если вот обобщить все, что вы сказали, существует ли общая профилактика рака? Возможно, она там начинается с детства. Опять-таки, отказ там от пищи с канцерогенами? Ну, конечно, существует. Это, прежде всего, здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни. Если изначально самого ребенка, и потом в дальнейшем он будет придерживаться тех правил, которые мы вложили, это не пить, не курить, не есть жирного, меньше тяжелых углеводов и так далее, и тому подобное. Это что касается питания. Но что касается стрессов, то как-то уберешь, что жизнь у нас такая, да. Но все равно нужно как-то стараться. То это, да, да. Больше посвящать себе, себя здоровому образу жизни. Это, конечно, большая профилактика, большой плюс к этому. И плюс ребенок должен быть. И ребенок, люди все должны знать, что они должны посещать врача. Вот при любой какой-то там, даже не при любой, просто профилактический, я боюсь. Посмотрите, да, приходишь, там берут у тебя там что-то, какое-то обследование делают, берут какие-то анализы и говорят, что да, ты здоров, успокаивают, либо наоборот заострять какое-то внимание на том, кто то либо направляют к нам. Ну, то есть, вот такие вещи. То есть, это, конечно, это даже не обсуждается. Это вовсе в мире так. И мы сейчас стремимся к этому. И поэтому вот с вами даже встречаемся в периметрстве. Вот нужно ходить, нужно обследоваться. Ну, и сейчас вопрос на одном примере. Несколько лет назад известная актриса Анжелина Джули сделала генетический анализ, который показал, что у нее много шансов заболеть раком молочной железы. И она сделала операцию и лишилась этого органа. Ваше отношение к этому и действительно ли эффективна такая профилактика? Ну, вы знаете, даже за границей к этому относятся так, 50 на 50. Почему? Потому что, ну, если здоровый орган, да, опять же я говорю о том, что лучше перепроверить себя. Конечно, можно там удалить молочные железы, удалить гинекологию. А что делать с кишечником, а что делать с остальными органами? Тут никто не думает, правильно, как прожить там без этого. Поэтому я считаю, что да, тут, наверное, это имеет какое-то под собой. Если генетически взяли материал, генетически говорят, что да, там 99% есть возможность заболеть раком молочной железы, лучше это удалить. А если там 10 или 5 или что-то такое, или вообще никакого, ну, смысл какой, ну, бабушка болела, да, есть предпосылки к тому, что можно, как бы, заболеть этим заболеванием. Но, еще раз говорю, что тут, прежде всего, профилактика. Лучше прийти, посмотреть лишний раз. Пускай не два, кто-то там, может, три-четыре раза. Ну, вот, я вот, это мое мнение. Алексей Михайлович, многие пользуются интернетом, и в интернете есть такая информация. Если не хочешь заболеть раком молочной железы и яичников, надо принимать, ну, там, определенные какие-то лекарства. И есть даже название – тамоксифен. Да нет, тамоксифен вообще… Можно ли в интернете ковырять и отчитать всякую чушь? Интернет – это вообще, я не знаю, там, что пишут, я даже не знаю. Я считаю, интернет, в какой-то степени, это, конечно, информационное такое пространство, в котором что-то есть, какое-то рациональное зерно. Но, с другой стороны, это… Тамоксифен – это вообще гормональный препарат, который применяется при раке молочной железы. А профилактически его пить – ну, это ерунда какая-то. Во-первых, это гормональный препарат. Неизвестно, что будет дальше с миометрией, то есть с маткой, с яичниками. Это все очень серьезно. И ни в коем случае это… Вообще, для того, чтобы применить препарат какой-то, вы что, обратитесь к врачу? Вот бабахать себя непонятно чем – это опасно все. Это может вызвать какие-то хронические заболевания. Я не говорю, это оксифен, конкретно. Там все, что угодно можно себе заработать, тем более сейчас там можно и тереидит какой-то заработать, гипертоническую болезнь, сахарный диабет, много всего. Это стрит какой-нибудь, калир. Поэтому с таблетками очень осторожно, с лекарствами, очень осторожно. Тут я не согласен с этим. Это вообще ерунда какая-то, кто такое написать мог. Есть такие выражения – первичная, вторичная профилактика рака и даже третичная. Может, вот как-то разграничим, что значит первичная, вторичная, третичная? Ну, первичная профилактика – это первичное звено. Это вот поликлиники по месту жительства и так далее, и тому подобное. Это вот то, что идет на первом. Это как бы именно вот тот барьер, когда человек приходит в поликлинику, и у него есть какая-то симптоматика. И уже врач на приеме, он говорит, что да, сделав какие-то определенные обследования, говорит, что вам дальше нужно идти выше туда. Это вторичная, это уже лонкодиспансер идет. Ну, туда же входит и третичная эта профилактика. То есть, как бы это уже лечение, как будем так говорить. То есть, а мы уже здесь конкретно ставим диазон. То есть, мы берем какие-то анализы, берем биопсию, берем воски там или еще что-то. Мы конкретно уже ставим, будем говорить диазон, что дальше, что это, хроника какая-то, или предраковая заболевания, что нужно делать. Либо дальше нужно лечиться какого-то специалиста, там, более узкого. Либо, наоборот, мы должны этим заниматься, там, делать операцию, там, или проводить химиотерапию, если это онкология. То есть, в общем-то, вот так. Ну, здоровый образ жизни, это опять же, как мы уже говорили, это и отказ от вредных привычек. Это занятие спортом. Сейчас, в общем-то, другой раз идешь и смотришь, да, люди многие по набережной бегают. И занимается молодежь. Кстати, молодежь стала обращать внимание на себя. Они ходят в спортзалы, они ходят, они бегают, они занимаются собой. Профилактика, опять же, отказ от курения. Дальше, что касается питания, то много диет существует, но это люди, которые занимаются этим непосредственно. Естественно, желательно, это должно быть какое-то дробное питание. Желательно побольше должно быть в нем таких овощей, фруктов, которые содержат в себе и углеводы, и быстрые, и клетчатку. Поменьше жирного, поменьше сладкого. Это все не приводит к каким-то положительным моментам. Тоже, допустим, сахар можно заменить каким-то яблоком, или грушей, или персиком, или еще. То, что у нас растет, те же мандарины и так далее. Не обязательно это. Ну, человеку глюкоза, конечно, нужна, но она должна быть умеренной. Не в таких количествах, как, допустим, я в другой раз вижу, как люди пьют кофе, там, и он не умеренно. Чего там больше не поймешь, что ли, самого кофе, то ли сахара. Ложка не проворачивается из-за этого. И все равно вот они пьют. Что они делают саму, я не знаю. Что там происходит в организме? Пробует это все расщепить. То есть, вот такие вещи. Тут нужна нежирная пища, там, допустим, отказ. Если кто-то, допустим, любит говядину, но она сама по себе говядина, но постная. Свина тоже постная бывает, баранина постная. То есть, как бы отказываться от этих. Рыба. Ну, мы здесь живем на море, мы знаем. Все сорта рыбы, которые у нас здесь, там, есть. Ну, желательно, чтобы это были какие-то паровые моменты. Желательно, не жареные. Ну, конечно, трудно отказаться от жареной, но нужно стараться, стараться переходить на здоровое питание. Ну, в общем-то, все. Вот вы говорили о том, что и в домашних условиях, да, можно понять какие-то симптомы, распознать, чтобы бежать к диагносту. Вот нужно ли обращать, не знаю, внимание на какую-то, на родинки? Конечно. Вот бывают такие случаи, что такое образование, как папиллома, там, в народе родинка, оно может находиться в таких местах, вот, допустим, на воротнике где-то, или где-то под мышкой, там, или еще. То есть, в тех естественных местах, где человек, когда одевается, да, он травмирует это дело. Раз травмировал, два травмировал, три травмировал. Вот. И эта хроника, это все может перерасти в злокачественное образование. То есть, лучше это увидеть и убрать. Оно само себе покажет, потому что любой человек себя смотрит в зеркало, правильно? Что касается молочных желез, там, допустим, женщина купается, она моется, она, если нащупала что-то, какое-то образование у себя, она сразу же должна пойти к доктору, посмотреть, что там, чего и как. То есть, это естественно, то есть, сам человек может увидеть у себя многое. Если его это беспокоит, не задумываясь, нужно идти к доктору. Своевременная диспансеризация, можно ли сказать, что это тоже профилактика? Конечно, диспансеризация, это вот как раз-таки коричное звено, коричная профилактика. Диспансеризация, это все, как бы, ну, это касается и работающего населения, сейчас уже и неработающее население, проходит в обязательном порядке диспансеризацию, там полнокомплексный осмотр идет, начиная от смотровых каких-то кабинетов, смотровых кабинетов, где просто осматривают внешние и доступные какие-то локализации, до специалистов, там и терапевты, и хирург, и онколог смотрят, и мамолог смотрят, при необходимости там делают УЗИ, там делают мамографию, если это, ну, все проходят какие-то, проходят, онкомаркеры сдают, на онкомаркеры, и уже это, то же самое, вот эти профосмотры, они говорят, они, в общем-то, большое дело делают в профилактике, если что-то, пойдет какое-то подозрение, сразу направляют к нам, и уже нам легче работать, я опять же говорю, с предраковыми, фоновыми заболеваниями, которые можно возникнуть, или с ранними стадиями, почему у нас очень хорошие показатели по городу в излечивомости этих заболеваний, смертность у нас невысокая, по сравнению с Казарским краем, потому что, ну, прежде всего, и первичное звено работает, и мы работаем, то есть тут, как бы, все это взаимодействие такое, и первичное звено, оно, кстати, и оснащается, там, и, там, в общем-то, вот сейчас это дает свои положительные результаты, это все государственные программы, которые были приняты еще пять лет назад, даже больше шесть, это программа здоровья, которая, или здравоохранительное здоровье, по-моему, которая под собой подразумевала и профосмотры вот эти вот, то есть все это, вот сейчас оно дает результат, и плюс сейчас, то, что сейчас происходит, то, что большие идут вливания в онкологию, это то, что выявили, есть чем лечить, Ну да, в этом году 7 миллиардов, это на край, да, 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 вот это все естественно, то есть одно дело, когда выявили, и дальше что, сейчас такого вообще проблем нету, То есть в крае уделяют внимание, сейчас это не будет закупка оборудований? Да, 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 конечно, да, вот в этом году запланировано, я уже говорил у нас, уже пришли наркозные аппараты, операционные столы, лампы, электрохирургия пришла, аппараты УЗИ пришли для диагностики, на этой идее должны прийти две стоки эндоскопической гастроколоноскопии, вообще супер, цифра там вообще, эндоскопические стоки придут, одна пришла уже урологическая, для урологических операций, кстати, мы делаем лапароскопические операции, ну, любые, как бы там, желудочно-кишечный тракт, почки, там, резекция, мочевой пузырь, простату, у нас специалисты есть, это прежде всего, а на следующий год мы планируем делать ремонт, переводить поликлинику в другое здание, и там уже будет другое оборудование, это будет еще МРТ, еще один компьютерный томограф, это будет у нас еще один маммограф, это будет еще УЗИ, опорудование, это еще будет новый рентген, не говоря уже о том, что будет ускоритель, это для лечения лучевой, для проведения лучевой терапии, это уже шаг, такой же уровень, очень довольно-таки высокий, это запланировано, там уже есть проект, уже все выделены деньги, то есть как бы это все будет, мы готовимся к тому, чтобы все это принять, и все это было у нас, это та же и профилактика, да, и тоже лечение, вот, так что тут, и самое главное, что у нас обучаются постоянно люди в нашем диспансере, и мы принимаем тех докторов, которые присылают нам поликлиники, первичное звено, чтобы быть какая-то онкологическая настороженность, и в поликлиниках уже появляются онкологи, не появляются, они есть, опять же, я говорил о том, что один открыт, центр онкологической помощи, другой будет в 2000 году открыт, вот с 1 января, в Адлере, это и мы обучаем, и средним персоналам приходит, и наши доктора учатся, ездят и за границей, и в центры московские, питерские, везде в Краснодаре, и чему поучиться, то есть, и специалисты довольно-таки высокого класса, доктора высшей категории, они, в общем-то, со всей России приехали, у нас, как бы специалисты, то есть, и диагносты, и диагносты, и сами онкологи, то есть, они и диагностируют, и лечат все на высшем уровне, то есть, по последним стандартам, которые вот у нас, которые есть во всем мире. Но вот это такое внимание, сейчас повышенное, в том числе финансирование, вообще оно не в связи с тем, что в ближайшие годы врачи ожидают большой всплеск онкозаболеваний, и вот, если он действительно ожидается, то как готовитесь ли вы выявлять вот все это? Да вы знаете, я так скажу, что всплеск, ежегодно идет увеличение, количество больных онкологических, но опять же, я говорю, тут нужно как посмотреть на все, все это выявляется, вопрос-то в чем стоит, это, прежде всего, профилактика, и выявление на ранних стадиях, и снижение смертности, и, ну, говорить о том, что мы боимся, такого нет, мы готовы к этому, но я не думаю, что будет какое-то следие, я думаю, что это будет плавное такое, вот самое главное, профилактика, и самое главное, оказание достойной медицинской помощи, по всем мировым стандартам, которые сейчас существуют, а сейчас это все возможно, в наших условиях, если необходимо, у нас сейчас существует и телемедицина, мы можем проконсультироваться с любым онкоцентром страны, можем направить человека в любую, как бы, вот куда он может, Краснодар, Москва, и так далее, и тому подобное, то есть сейчас проблем нету никаких, и, в общем-то, онкология готова к борьбе, потому что есть, прежде всего, это прежде всего, помощь, колоссальная помощь государства, там, федерального, краевого министерства, это, специалисты готовы, оборудование готово, все, что есть, то есть тут, то есть врачи на страже, на страже, да, в общем-то так, да, и это не слова пустые, то так оно и есть, так оно и есть, объемы у нас увеличиваются, у нас, как бы, и операции больше стало, людей больше стало пролечено, ну, это так, да. Когда ближайшие у вас неоткрытые двери, вот эти профилактические сети? Ну, вот мы планируем на 30-е ноября, на 30-е ноября, мы сейчас пока не определились, что это будет за локализация, вот, и 30-го будет проведен день открытых дверей, ну, я думаю, опять же, наверное, это будет, скорее, опять повтор, той же молочной железы, головы, шеи, то есть, как бы, вот таких вещей. В медицине придерживаются мнения, что рак, диагностированный на нулевой, и на первой стадиях, практически полностью излечим. Нулевая и первая стадии – это тоненькая пленочка, не толще одного миллиметра, которую можно найти во время диагностики или скринингового прицельного обследования. Зачастую эти пациенты выявляются случайно, и в их случае рак стопроцентно излечим. Вот именно поэтому регулярные обследования – важная часть профилактики. Для женщин показаниями для обращения к врачу и маммографии могут стать уплотнение в молочной железе или выделение из нее, изменение на коже, увеличение подмышечных лимфатических узлов. И вообще, каждая женщина должна знать, как выглядит ее молочная железа и какие ощущения возникают в груди во время движений, изменение положения тела. К слову, среди всех случаев, онкология у женщин 35% – это рак органов репродуктивной системы. Если брать протилактика рака молочной железы, то этот вопрос достаточно обширный. И касается всех возрастов – от молодых девочек до взрослых женщин. Но существует несколько видов профилактик – это первичная, вторичная, третичная. Первичная профилактика, если мы говорим конкретно о ней, то смысл ее заключается в том, чтобы минимизировать факторов, приводящих к первичным опухолевым образованиям. То есть создать такую внутреннюю, внешнюю среду, которая бы не допускала к появлению опухоли. То есть это имеется в виду образ жизни, да, это характер питания, потому что избыточное потребление жирных кислот, вообще жирной калорийной пищи приводит к ожирению, то есть повышению массы тела, к ожирению и, как следствие, повышенному образованию эстрогенов. Понятно, что эстрогены как раз-таки – это одна из первых причин образования гормонозависимых опухолей молочной железы. Поэтому снижение, так сказать, массы тела, если такое имеется, либо предостерегать женщину от появления ожирения. Вторым методом является создать такую внутреннюю среду, когда при помощи физической нагрузки, да, понятно, вот доказано, что регулярные физические нагрузки, такие как плавание, бег, гимнастика, приводят у девочек к анавуляторным циклам. Что это такое? Когда при помощи, так сказать, вот физических нагрузок происходит такое вот преднамеренное снижение количества эстрогена. Это тоже уже доказано, что снижает риск возникновения ракомолочной железы на 40%. Имеет важное значение – это планирование беременности, это снижение количества абортов. То есть желательно, чтобы первая беременность окончалась родами. Ну, такие вот известные достаточно вещи. Если мы говорим про вторичную профилактику, то первое, что мы должны сказать, то здесь уже зависят не только от врача, да, не только, здесь как бы обоюдная работа и пациента, и врача. Особое значение имеет пациент в том плане, что если что-то он обнаруживает, да, то есть это имеется самообследование, максимально, так сказать, в сжатые сроки пациент должен обращаться к доктору. Что-то обнаружил, что-то не понравилось, какие-то вопросы приходить и решать с доктором. Ну, и третичная профилактика связана с тем, чтобы, если мы уже обнаруживаем рак молочной железы, то, по крайней мере, пытаться обнаружить его на ранних стадиях. И, соответственно, менять, так сказать, этим самым улучшать и, так сказать, вообще радикальность лечения. Вот. И, соответственно, прогноз. Чем раньше, как говорится, тем лучше, качественнее. И прогноз таких женщин, он, ну, складывается очень благоприятно и длительно. Как часто рекомендуете для профилактики обращаться к врачам? Вообще, после, ну, ближе к 40 годам, там, женщину обязательно. Ну, во-первых, да, это понятно, что плановое обследование, маммография, УЗИ молочных желез. Если надо, необходимо какие-то вопросы к конкретике, то делать МРТ. А вообще, женщина должна, как в пубертатном периоде, бывает проблемным, да, при семейном наследственном каких-то изменениях молочных железа, обязательно нужно приходить, смотреть, спрашивать, вот, обследовать таких женщин. Потому что, ну, к сожалению, рак молочной железы, он молодеет. И поэтому все, вот, я говорю, возраста, понятно, что в 20 лет бывает крайне редко рак молочные железы, до 30 лет редко, вот, но тем не менее есть. Поэтому приходить нужно с любым вопросом к нам, к нам, к нам. Большинство людей считают, врачи халатно относятся к своему здоровью и профилактическим осмотрам. Однако каждому человеку необходимо понять, что чем более внимательно он будет относиться к своему телу, тем дольше он проживет. Человек сам должен нести ответственность за свое здоровье и здоровье своих близких. В силах же врачей на данный момент напоминать о важности профилактики онкологических заболеваний. А профилактика рака начинается с изменения стиля жизни.